Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи! Всем привет, независимо от того, когда вы смотрите это видео. Привет! Меня зовут Вероника. Я начала вести этот канал, поэтому мне хотелось бы познакомить вас со мной и вообще рассказать немножко о себе. Поэтому я подготовила это видео. 11 фактов обо мне. Почему 11? Странная цифра. Но я расскажу обязательно об этом в 11 факте. Поэтому не буду задерживаться и начну. Факт номер один. Я из многодетной семьи. У нас в семье 8 детей, и я четвёртый ребёнок. То есть у меня 6 сестёр и один. Факт номер два. Я родилась в Казахстане, Петропавловск, но я там ни разу не была. То есть меня увезли, когда мне был годик, и всё. Я с того времени, к сожалению, там ни разу не была. Но в целях, конечно же, когда-нибудь туда съездить, слетать. Факт номер три. Это то, что в Бельгии я уже 19 лет. Мы переехали в Бельгию из Подмосковья. И в Бельгии я переезжала около 19 раз. То есть да, я солидно так посмотрела Бельгию, пожила во всех городах, поэтому знаю очень многое. Ну, о самых крупных городах, так сказать. Факт номер четыре. Это то, что я говорю свободно на четырёх языках. То есть уже на четырёх языках. На русском, на нидерландском, на английском и на французском. В планах у меня ещё выучить греческий и испанский. Факт номер пять. Истекает из вот моего четвёртого факта. О том, что я хочу говорить на греческом языке. Потому что моя заветная мечта это жить полгода в Греции. И вообще там купить домик. И да, там жить. Полгода, либо год, но иметь там свой дом. Поэтому хотела бы говорить на греческом языке. Факт номер шесть. Это то, что я люблю посещать новые места. Такие как музеи, выставки, новые города, парки. Всё, что угодно. Даже странно. То есть путешествовать люблю. Поэтому весь декрет. Два с половиной года я и мой сынишка прокатались по всей Бельгии. И видели, в принципе, очень много музеев. Музеев очень много, там разных парков знаем. Вот. Поэтому я обожаю, обожаю, обожаю куда-то ездить. Факт номер семь. Это то, что у меня редкая группа крови. Ну, точнее, как бы самая донорская группа крови. Минус ноль. И что самое как бы странное, то, что в моей семье ни у кого нет такой группы крови. Ни у мамы, ни у папы, ни у моих сестёр, ни у моего брата. Откуда я? Говорят, что меня цыгане потеряли. Факт номер восемь. Самое хорошее качество, по моему мнению, это позитивный настрой. Я всегда стараюсь видеть в ситуации какую-то хорошую сторону, какой бы ситуация ни была. И очень странно, вот, например, нашла я работу. Супер! Еее! Я могу чему-то научиться! Круто! Меня увольняют. И в тот же я им же. Так же увольнителю этому улыбаюсь и говорю. Еее! Спасибо! Ну, как бы, хорошо. Я понимаю. И в тот же момент думаю, как круто, столько возможностей у меня открывается после увольнения. Я, наконец-то, могу отдохнуть, у меня куча планов. Факт номер девять — это то, что я очень-очень просто могу заговорить с незнакомыми людьми. То есть, если я кого-то не знаю на работе или кого-то не знаю на улице, я спокойно могу заговорить о чём угодно. То есть, могу задать вопрос, поздороваться. То есть, для меня, у меня нету страха общения с незнакомыми людьми. Странно. Раньше было. Факт номер десять — это то, что я страдала паническими атаками очень прям серьёзно долгое время. И в связи с этим я сама себя, как бы, вытащила из этой ситуации. Теперь у меня их нету. Но, наверное, из-за них я очень мнительная и очень быстро бегу к специалистам. Например, если у меня сильно бьётся сердце или болит там рука или нога или там, ну, что-нибудь ещё, я быстро бегу к специалисту. Вот один пример приведу, когда я... Первая у меня была тренировка с персональным тренером. Это было... Я просто там, ну, просто умирала. Потому что это было так тяжело. Это всё было... То есть, меня... Ну, все знают, кто спортом занимается. Это знают чувства. Первая тренировка. Сердце бьётся так быстро и так... Ну, просто думаешь, что сейчас умрёшь. И мне казалось так же. У меня чувствовалась в горле какая-то кровь. Я думала, может быть, у меня что-то там лопнуло. Ну, то есть, напридумывала себе сказок. И на следующий день сделала встречу у кардиолога. И сходила, сделала полностью проверку, полный чекап. И довольная от него ушла, зная, что я идеально в порядке. И теперь могу прям на максимум заниматься, даже если меня тошнит. И я уже не так паникую. Итак, мы подошли к факту номер одиннадцать. Это то, что я... Одиннадцать вообще моё счастливое число. Например, я родилась одиннадцатого октября. Мой муж родился одиннадцатого июня. Моя мама родилась одиннадцатого июля. Я жила в России в доме одиннадцатом. Моя лучшая подруга у неё... Она родилась одиннадцатого января. Мой персональный тренер, она родилась одиннадцатого октября. То есть все, кто близко ко мне стоит, почему-то все имеют число одиннадцать. И я как бы, наверное, из-за этого полюбила так эту цифру. И она так прям приносит мне удачных людей. И я принесла моей маме удачную дочь. Ну что, на этом я видео своё заканчиваю. Если вам... Вообще, у меня было больше фактов о себе, потому что я люблю составлять какие-то списки. Если вам было бы что-то интересно ещё узнать обо мне, с удовольствием задавайте... Отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите. Так что подписывайтесь на мой канал, если вам интересно, как тут жизнь в Бельгии. И вообще, интересно, как пройти удачу на интервью, например, или про бельгийский садик. Окей, тест закончен. Всем привет! Спасибо, что загон... Что такое? Окей. Всем привет! Всем привет! Хуиндай! Бонжур! Хай! Хай!